Я нахожусь в городе Дмитров, который находится в 60 километрах от Москвы. И с жителями этого города я поговорю про 2024 год и выборы президента. Кого они хотят видеть на посту главы нашей страны? Кого бы вы видели на посту президента в 2024 году? Ну что, я уже за политикой не смотрю. Путин, а кто? Только Путин. А что вы могли ему пожелать в наступающем? Ой, здоровья, хорошая группа поддержки. И что вся страна, ну как, от себя, вот я думаю, что если он уйдет, будет совсем все другое. Пусть держится, а мы его поддерживаем во всех вопросах. И Донбасс, и Россия, и пенсионеры. Сейчас очень тяжело, деньги, все. Ну уж потерпим, главное выиграть. Спасибо. Спасибо, с наступающим. Доброе утро. Можно вам быстро вопрос задать? Задайте. Кого бы вы видели в 2024 году президентом нашей страны? Выборы будут. Я Путина. Что пожелали бы ему в наступающем году? Терпение, сил, здоровье, здоровье. От этого все зависит. Стратегии правильные. Спасибо большое. Над головой чистые, свободные. Спасибо. Свободные от жизни, я бы так сказала даже. Но я думаю, что других ответов-то мы, наверное, и не найдем. Кого бы вы видели в 2024 году президентом нашей страны? Выборы будут. Путина. Что бы пожелали ему в наступающем году? Раз, да. Почувствую, не я. Так, здоровье, счастье. Что еще желать? Не знаю. Любви. Спасибо. Вот их спросите обязательно. Ответьте нам. Не хотите? Ну, ладно. Трудно сказать. Трудно сказать. А что-нибудь могли бы пожелать действующему президенту в наступающем году? Наступающем? Ну, конечно, хотелось бы. Чтобы побольше было доброты. Чтобы побольше было любви к людям. Чтобы побольше было подарков. На Новый год. Спасибо вам большое. С наступающим. И вас, да. Путина. Что бы пожелали ему в наступающем году? Здоровья. В 24-м году будут выборы президента. Кого бы увидели на этой должности? У нас бессменный. Бессменный Путин. Мы только за Путина. Чего бы пожелали ему в наступающем году? Здоровья. Терпения побольше. Да. Самое главное. Спасибо вам большое. С наступающим. С наступающим. Какого президента именно вы? Спасибо. Путин. Владимир Владимирович. Что бы пожелали ему в наступающем году? Ну, как сказать, а что пожелать-то? Можно здоровья, соответственно, да, чтобы грамотно, как бы, просматривал приоритеты, вот, война же сейчас идет, как бы, чтобы вот это все поскорее закончилось, хотелось бы, вот, ну и всего самого лучшего в новом году, так же, как и всем хочется пожелать, вот, так что все. Спасибо большое, с наступающим вас! И вас! Ну, Владимир Владимирович Путина. Ну, что бы с ним почему? Ну, хороший человек. Что могли бы пожелать ему в наступающем году? Долгих лет жизни ему. Не знаю, даже не знаю. Что могли бы действующему президенту пожелать в наступающем году? Наказывать за провинность, сколько их там сидит, нам все показывают, рассказывают, а никого ж не наказывают. Вот хочется увидеть этого. Кого вы имеете в виду, всяких там чиновников, которые... Депутатов, чиновников нам показывают, сколько там денег у них находят. А мы говорим, бедно живем, пенсии маленькие. Да, согласна. Спасибо большое. Вот накажите их. Хочу Путину пожелать. Вот накажет, чтобы народ в него верил. А то у нас ля-ля по телефону, а дела-то не видим. В 2024 году будут выборы президента России. Кого бы видели на этой должности? Ну, только президента. Действующего в месте? Конечно. Что могли бы вы пожелать в наступающем году? Чтоб все наладилось. Чтоб мы жили, и все жили. Спасибо. Кого бы могли бы... Владимира Путина, конечно, девушка. Однозначно. Только его. Только его. Что могли бы в наступающем году ему пожелать? Здоровья. Самое главное – здоровья. Спасибо. Окончание войны. Самое главное. Вот это две темы, которые нас волнуют. Его здоровье, здоровье президента и война. Доброе утро. Можно вас отвлечь быстрым вопросом? Я не мой. А я здесь не работаю. В 2024 году будут выборы президента. Кого бы вы видели на этой должности? Только Путина. Больше мне никого не надо. Неизвестно, что кого там они выберут. А здесь тут нормально. Так что... И что могли бы пожелать ему в наступающем году? Такие два вопроса у нас сегодня. Чтобы всегда был такой же позитивный и сильный духом. Только Путина. Только Путина. Что могли бы ему пожелать? Здоровья. Всех благ. И терпения. И терпения. Только Владимира Владимировича Путина. Можете объяснить, почему? Ну, как президент. Вообще он нас полностью устраивает. Молодец. Ведет правильную политику. Ну и мы, в принципе, довольны очень сильно им. Что могли бы пожелать ему в наступающем году? Здоровья крепкого. И чтобы наша страна, наша Россия, чтобы она победила во всем. Так что всех благ. Ну, я другой стороны только. Турция. Ну, можно. Со стороны тогда, вот скажите, ваше мнение. Ну, как же осталось? Владимир Путин. Да. Спасибо вам большое. Пожалуйста. Ну, я, конечно же, за Путина. Да. Что могли бы пожелать ему в наступающем году? Путину? Да. Мира, добра, счастья, любви, здоровья. Всего самого лучшего. Спасибо. И вам тоже. Спасибо, и вам. Кого бы вы видели на этой душе? Естественно, Путина. Можете объяснить, почему? Да, потому что он божественный у нас. И я уже срос с ним. И что бы вы ему пожелали в наступающем году? Счастья, здоровья, всех благ. И вот таким молодым, чтобы он выглядел. Путина. Можете объяснить, почему? Нравится мне. И что бы пожелали ему в наступающем году? Здоровья. Спасибо большое. Успехов. Продвижения. А можно нам быстро вопрос задать? Да, пожалуйста. В 2024 году выборы президента будут России. Кого бы вы видели на этой должности? Жириновского. Ну, это не получится. В 2024 году будут выборы президента. Кого бы вы видели на этой должности? Я бы на Путина, она за это. Да, естественно, Путина. И что бы вы пожелали в 2024 году, в 20, в наступающем году ему? Всерпло. Здоровья, самое главное. Чтобы держался, как держится на нашем отечественном поприще. И чтобы развивал страну. Когда была маленькая, я обожала вот эти магазины. Тут были майки Рамштайна, покупали. Здрасте. А вам можно быстро вопрос задать? Никого не вижу, кроме Путина. Можете объяснить, почему? Ну, потому что я доверяю нашему президенту сейчас. И что бы вы пожелали ему в наступающем году? Только здоровья. Конечно, Владимир Владимирович. Кого еще можно видеть? Можете объяснить, почему? Потому что достойный президент. И что бы вы пожелали ему в наступающем году? Самое главное – здоровья. Спокойся в стране. Здоровья, благополучия, успехов в ее делах, в наших делах. Благодаря Владимиру Путину, как говорится. У нас страна светит и пахнет. Красота. Вы в другой стране, в какой-то может быть. В 2024 году будут выборы президента. Кого бы вы видели на этой должности? Я думаю, также Владимир Владимирович. Можете объяснить, почему? Ну, мне кажется, без него политика совсем рухнет. Потому что он хорошо держится за страну. И, в принципе, с ним все прекрасно выглядит. И что бы вы пожелали ему в наступающем году? Ну, я думаю, самое главное – здоровья. Потому что без здоровья в наше время никуда. И больших успехов. Чтобы все у него получалось хорошо, и никто против него не был. Подумаем. А что бы пожелали действующему президенту в наступающем году? Удачи, здоровья. У вас какое мнение? Также. Владимир Владимирович, кто еще? И что бы пожелали ему? Удачи, здоровья, успехов. В 2024 году будут выборы президента России? Нам надо еще дожить до 24. Хорошо. Что пожелаете? Живем, я надеюсь, все. А что пожелаете в наступающем году действующему президенту? Здоровья, как и нам. Один он ничего не управится и не сделает. Надо ему помогать. Каким образом можем помочь ему? Я не знаю как. Ну, поменьше вот этих всяких. Ну, как я могу сказать, мне 80 лет, что я могу сказать? Ну, не надо ему, как говорится, палки в колеса ставить. Ну, что это? А то только, ого, Путин, Путин. Нормальный, нормальный. Спасибо, здоровья вам. И вам также. Спасибо. 2022 год. Здравствуйте, а можно вам быстро вопрос задать? Нет. В 2024 году будут выборы президента России. Кого бы вы видели на этой должности? Того же самого, Владимир Владимирович, только за него. Я за него, за сильную Россию, за сильную армию, за сильный флот. И что бы пожелали ему в наступающем году? Здоровья. Здоровья. Всего самого лучшего. Мы за него. Спасибо большое. Пожалуйста. До свидания. Ну, я политики не решусь. Ну, не хочу. Ладно, спасибо. Ой, нет, я оставляю. Это пока про себя не буду говорить. А что бы пожелали нынешнего президента в наступающем году? Всего наилучшего. Конечно, всего наилучшего. Ну, это наш тоже Владимир Владимирович. Слушайте, а почему? Да, по-моему, другой кандидатуры я и не вижу. Можете объяснить, почему? Ну, потому что нормальный человек, надежный. Что бы пожелали ему в наступающем году? Здоровья. Не думали еще об этом пока. Нынешнего президента в наступающем году, чего бы пожелали? Всего хорошего. Это кто был, должен, должен, чтобы Путину, конечно. Можете объяснить, почему? Потому что народ что хочет, то делает. Мы довольны от него. Хоть я не гражданин России, все равно гражданин Таджикистана. Весь Таджикистан за Путина всегда. И я обязательно. Я бывший майор афганец, все тем более. Будем за Путина. Что бы пожелали ему в наступающем году? Ну, здоровья самое главное. Самое главное ему здоровье. Пока еще не знаем, надо дожить. А что бы пожелали действующему президенту в наступающем году? Мира, добра всем. Быстрее, чтобы всем жилось лучше. И терпение ему, да? Наверное, все. Дмитров мудрость, сила народная, с доброй душой, с чистой душой.